25 метров в длину, полметра в ширину. На самой большой площади в Европе растянули самую длинную фотографию Волги. Порядка 30 снимков самарских школьников стали фрагментами одного большого собирательного образа. Хоть река и одна, каждый видит в ней что-то свое. Тут и набережная, и закаты, и небо с чайками. Екатерина Вавилина сфотографировала корабль, идущий в тумане. Рассказывает, вложил в этот снимок особый смысл. В Самаре, возможно, каждый человек может быть сам по себе, и он идет один в тумане, но всегда определен. Флэшмоб приурочен ко Дню Волги, который Россия празднует уже седьмой год. Праздник призван привлечь внимание властей и общественности к проблеме сохранения реки, которые являются не только национальной гордостью. Наше общество предполагает определенное потребление ресурсов, и так называемая экологика, к которой мы призываем всех жителей, и это и взрослое поколение, и, безусловно, молодое поколение. Необходимо правильно, рационально использовать ресурсы, в том числе и водный ресурс. Для нас это Волга. После флэшмобы школьники отправились на экологический брейн-ринг в Академию Наяновой. Здесь уже не первый год работает кафедра ЮНЕСКО, которая и поддержала проект «Живая Волга». Детей с малых лет учат беречь одну из крупнейших рек на Земле. По данным экспертов, сегодня Волга сильно загрязнена, в основном за счет бесхозных стоков. Кроме того, вместе с дождями в реку попадают и масла, и нефтепродукты. Еще одна проблема – сине-зеленые водоросли, которые выделяют ядовитые вещества. В последние годы за очистку Волги всерьез взялись экологические патрули. Среди неравнодушных все больше молодежи. От них зависит будущее Великой реки. Мария Сидорова, Станислав Левин. События.